Владимир Путин отказался от визита во Францию и встречи с Франсуа Оландом. Париж предупреждает, Москве могут предъявить обвинения в военных преступлениях из-за ударов по Алеппо. Вагоны такие старые, что буквально разваливаются на ходу. Зарплата проводников 200 долларов. Несколько сот железнодорожников пришли бастовать к зданию Мининфраструктуры Украины. Президент Казахстана простыл и находится на лечении. Впервые в новейшей истории страны о недомогании Нурсултана Назарбаева сообщили официально. Литва не выполнила квоты ЕС по приему беженцев. Теперь мигранты с Ближнего Востока и Африки станут пребывать в Литву в авральном режиме. Власти думают, куда их всех поселить. В Киеве проспект Степана Бандеры, бывший Московский проспект, могут вновь переименовать. Электронная петиция набирает 10 тысяч подписей. В Петербурге настоящая война с памятниками и мемориальными досками. Табличку президенту Финляндии Моннергейму изрубили топором. Доску адмиралу Колчаку готовятся сорвать. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Владимир Путин отказался от визита в Париж, где должен был встречаться с Францао Ландом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Ранее французский президент поставил под сомнение целесообразность встречи со своим российским коллегой, которая была запланирована на 19 октября. Кремль сообщение о возможной отмене визита Путина во Францию пока не комментирует. Сегодня же утром Москва и Париж, по информации Reuters, провели переговоры, в ходе которых французская сторона предложила исключить из повестки дня все события с участием Франсуа Оланда, за исключением сирийских переговоров. Ранее французский президент заявлял, что России могут быть предъявлены обвинения в военных преступлениях из-за авиаударов по сирийскому городу Алеппо. В интервью французскому телевидению Оланд даже сказал, что дело могут передать на рассмотрение Международного уголовного суда. Я считаю, что необходимо вести диалог с Россией, но он должен быть откровенный и жесткий, иначе он превращается в маскарад. Я готов встретиться с президентом Путиным в том случае, если мы сможем достичь прогресса, восстановления мира, прекратить бомбардировки и добиться перемирия. На прошлой неделе Франция и Испания внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, запрещающей бомбардировки жилых районов Алеппо. Однако Россия, которая является постоянным членом Совбеза, наложила на него вето. Москва отрицает нанесение ударов по гражданским объектам, заявляя, что ее целями являются исключительно объекты террористических группировок, действующих в Сирии. Это жилые районы Алеппо, о которых и идет речь. Вы видите кадры с беспилотника, снятые сирийскими активистами. Авиаудары сирийской и российской авиации наносятся в восточных районах города, которые контролируются сирийскими повстанцами. А это уже недавние удары по городу Тельбиса в провинции Хомс. По сообщению сирийской мониторинговой группы, один человек погиб, несколько получили ранения. В том числе и эта маленькая девочка. Всю необходимую помощь ребенку оказали на месте. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Хомс, некогда один из самых крупных городов Сирии, стал оплотом оппозиции во время начала сирийской кампании в 2011 году. И теперь в Украину. Несколько сот человек пришли к зданию Министерства инфраструктуры. Работники железной дороги со всей страны приехали в Киев требовать повышения зарплаты и срочного ремонта подвижного состава. Многие вагоны эксплуатируются на протяжении 50 лет. Некоторые проводники просто боятся выходить в рейсы. Средняя зарплата протестующих около 200 долларов. Повысить ее людям обещают на протяжении нескольких лет. Услышали ли власти митингующих от здания Министерства наш корреспондент в Киеве Юлия Горячева. Мы договорим меня за разыклаты. Я за местный киев. В рабочей форме со свистками и профсоюзными флагами. Железнодорожники прямо от вокзала несколько километров шли к Министерству инфраструктуры. К властям у них целый список требований. Первое. Требуем повысить заработную плату не менее чем в три раза. Низкие зарплаты – самая наболевшая тема. Говорят, все вокруг дорожает. Еще два года назад цена доллара взлетела в три с половиной раза. А за труд платить больше не стали. Буквально четыре года назад у нас была зарплата 500-600 долларов. А сейчас 200-250 за счет скачка курса. Осень, зима. Нужно платить за коммунальные услуги. Этих денег просто не хватает. А у каждого же еще и семья есть. Помимо низких зарплат возмущают людей и условия труда. Все эти женщины работают проводниками. Журналистам они рассказывают то, о чем руководство говорить запрещает. Вагоны не ремонтируются. Очень плохо. Запчастей нет. У нас прийдет туалет и не закрывается. Они сделают его за пять минут. Массажир дергнул, но рассыпалось. Кондиционеры не работают. Все сваливают на проводников. Потому что за все ответчикам якобы мы. А руководители наши рассказывают, что они не ответственные. Из-за того, что вагоны старые, зимой их невозможно прогреть, а летом охладить. Но, говорят, начальников поездов заставляют отправлять в рейс неисправные составы. Работники ЖД признаются, часто им просто страшно садиться в такие поезда. У нас температура в кабине машиниста достигает 60-70 градусов. Вы можете себе представить, в каких ужасных условиях приходится работать? Умереть можно. Мы по очереди с машинистом выбегаем подышать в тамбу. Несколько часов железнодорожники свистили и гремели. В итоге к журналистам вышел первый заместитель министерства. Он пообещал выбрать нескольких представителей митинга и посовещаться с ними без камер и в более спокойной обстановке. Однако предупредил сразу повышать зарплаты и менять поезда не в их компетенции, говорит госпредприятие. Украинские железные дороги, Укрзалезница, публичное акционерное общество и должно само себя обеспечивать. Плохо, что не все эти вещи слышат в Укрзалезнице. Мы можем только выстроить так называемый мостик между людьми и их начальством, чтобы те вещи, которые там не хотят слышать от них, услышали от нас. Однако митингующие уверены, пришли по адресу, так как неисправные составы каждый день перевозят сотни тысяч украинцев. А это уже вопрос национальной безопасности. Поэтому требуют вмешательства правительства. К тому же люди утверждают, во время митинга глава Укрзалезницы был у министра на совещании в этом же здании. Это уже не первая акция, которую железнодорожники проводят под министерством инфраструктуры. Но говорят, пока что от этого в их работе ничего не изменилось. Обещают, если же и на этот раз руководство их не услышит, далее будут действовать более радикально. Если наших требований не выполнят, мы будем перекрывать дорогу прямо под министерством. А дальше перекроем железнодорожный вокзал и устроим техническую забастовку. Мы просто откажемся ехать в поездах, которые давно себя износили. Юлия Горичева, Артем Михайлов. Настоящее время. Киев. Президент Казахстана простыл и находится на лечении. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. В новейшей истории Казахстана это заявление беспрецедентное. Впервые за 25 лет в управлении Нурсултана Назарбаева официально сообщается о его недомогании. В то же время пресс-служба отмечает, за день до госпитализации президент провел телефонную беседу с исполняющим обязанности президента Узбекистана Шавкатом Мерзияевым. По сообщениям СМИ, в ближайший четверг Назарбаев планировал отправиться с визитом в Армению, где состоится заседание Совета государств членов Организации договора о коллективной безопасности, в котором запланировано участие президентов Армении, России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Участие Назарбаева в саммите пока под вопросом. А в Израиле в эти минуты наступает судный день. На иврите Йом-Кипур традиционно жизнь в стране полностью замирает на целые сутки. Магазины и государственные учреждения закрыты, на улицах нет даже автомобилей. После воскресного теракта в Иерусалиме израильские спецслужбы ввели беспрецедентные меры безопасности. На границе с палестинской автономией объявлен режим блокады территорий. Въезд из арабских населенных пунктов в еврейский полностью запрещен. Особое внимание спецслужб приковано к старому городу Иерусалима, где расположены святыни трех религий. Служба скорой медицинской помощи также в режиме повышенной готовности, в том числе из-за суточного поста, который традиционно соблюдают многие иудеи. Это настоящее время из Праги. Смотрите далее. Литва не выполнила квоты ЕС по приему беженцев. Теперь мигранты с Ближнего Востока и Африки станут пребывать в Литву в авральном режиме. Власти думают, куда их селить. В Киеве проспект Степана Бандеры, бывший Московский проспект, могут вновь переименовать. Электронная петиция набирает более 10 тысяч подписей. В Петербурге настоящая война с памятниками и мемориальными досками. Табличку президенту Финляндии Маннергейму изрубили топором. Доску адмиралу Колчаку готовятся сорвать. Беженцы сегодня одна из главных проблем в Евросоюзе. Согласно установленным квотам мигрантов с Ближнего Востока и Африки, обязаны принимать все страны, однако не все к этому готовы. Из нескольких десятков беженцев, которых успела принять Латвия, большинство уже успели покинуть страну. Многие направились в Германию. История Желумана Амера необычна. Он из тех, кто захотел в Латвии остаться. Из Риги корреспондент программы Анна Трудолёва. Желуан с детства мечтал стать врачом. Около года назад ему с матерью, братом и сестрой удалось вырваться из захваченного боевиками ИГИЛа Иракского Курдистана. Дальше головокружительное и очень опасное путешествие. Пешком в соседнюю Турцию, через всю страну на побережье. Оттуда на морском пароме в Европу. Уже в Греции удалось сесть на самолёт в Москву. Из российской столицы до границы Латвии их довёз рейсовый микроавтобус. А дальше проводники нелегалы. Несколько часов по болотам, и вот они в Латвии. Сейчас я полностью завишу от пособия, которое мне платит правительство Латвии. В этом году латвийское пособие составляет всего 139 евро в месяц. Предполагается, что этих денег в первое время должно хватать на аренду жилья и еду. Желуану повезло. Ему с родственниками сердобольные рижане согласились сдать квартиру на самой окраине Риги. Месячная плата за эту квартиру составляет 250 евро. Плюс коммунальные платежи за электричество и воду. Ещё 50 евро. В Латвии принято просить квартплату за два месяца вперёд. Так что снять жильё в отдалённом микрорайоне удалось только, сложив вместе пособия всех родственников. Но что же делать, если родственников нет? Мы знаем об этой проблеме и планируем со следующего года выделять каждому беженцу или лицу с альтернативным статусом одноразовую финансовую помощь в размере двух существующих сегодня ежемесячных пособий, чтобы у них была возможность покрыть затраты на начальном этапе аренды жилья. Но одним только пособием сыт не будешь. Тем более, что деньги от государства Желуан будет получать только 9 месяцев. Надо срочно устраиваться на работу. И так неблагоприятная ситуация на латвийском рынке труда оставляет для беженцев совсем небольшой выбор. В основном среди профессий, не требующих особой квалификации и знания латышского. Без языка в Латвии никуда. Для простой работы, которая не связана с общением с клиентами, со сферой обслуживания, с безопасностью труда и вопросами здравоохранения, уровень знания языка не определён и нет необходимости в сертификате. Сейчас Желуан ждёт подтверждения приёма на работу. Вроде бы удалось устроиться поваром в один из рижских ресторанов. И это только первый шаг на пути к его мечте о спокойной жизни и профессии врача. На иностранцев квоты на бесплатное высшее образование не распространяются. Поэтому Желуану придётся оплачивать обучение самому. Если я найду работу, то смогу собрать деньги и заплатить за учёбу. Я совершенно уверен, что останусь в Латвии и уже в следующем году начну изучать медицину. Сегодня Желуан выживает. Подавляющее большинство попавших в Латвию беженцев предпочли не бороться с латвийскими реалиями и двинулись дальше на запад, в Германию. Желуан остался и твёрдо намерен прижиться в суровом балтийском климате. Анна Трудолюбова, Настоящее время, Рига, Латвия. А вот в соседней Литве другие трудности. За 9 месяцев страна приютила лишь десятую часть беженцев, которых была обязана принять по квотам ЕС. Власти тянули до последнего. И вот сейчас нелегалы станут пребывать в страну буквально в авральном режиме. Власти думают, куда их всех селить. Из Вильнюса. Денис Тарасенко. Литва по программе расселения беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока обязалась принять 1105 беженцев. С начала этого года в страну прибыло около 130 человек. Но уже в этом месяце в Литву приедут сразу 70 сирийцев и иракцев. Дальше этот поток будет только нарастать. Все 1105 беженцев должны въехать в Литву до конца 2017 года. Времени катастрофически мало. А власти уже понимают, что не успевают подготовиться. Беженцев просто некуда заселять. Единственное место в Литве, куда сразу попадают мигранты, специальный центр в городе Руква под Каунасом. Но и там все места заполнены уже сейчас. Другой вариант расселения беженцев в центре регистрации иностранцев, который находится в подчинении Министерства внутренних дел. Центр создан для того, чтобы в нем беженцы ждали вид на жительство в Литве. Там, насколько мне известно, еще есть свободные места. А в центре для инфердрантов под Каунасом пока царит спокойствие. Беженцы привыкают к литовской осени и вспоминают свою родину. Брррр, очень-очень холодно. В Сирии гораздо теплее, чем тут. Обитатели центра готовятся к холодам. Теплую одежду им обеспечивает государство. Именно здесь переселенцы знакомятся со страной и планируют свою дальнейшую жизнь. В центре работает даже маленькая биржа труда. Сирийцы возможностями трудоустроиться интересуются. Но не скрывают, Литва – это недобровольный выбор. Нам дали выбор только для вида. Но ни один человек не попал в ту страну, которую выбрал. Реально, страну-убежище назначают в самих лагерях. Останемся мы или нет, зависит от условий. Сейчас идут переговоры с биржей труда, и я хотел бы работать по своей специальности. Если появятся рабочие условия, то я останусь тут. Литовскому языку уже обучают. Махер Ислапти из Сирии не скрывает своего разочарования. Изначально он даже не знал, куда едет. Я хотел уехать в Германию. У нас был разговор по скайпу, а потом было принято решение, что мы поедем в Литву. О Литве до этого я ничего не знал. Отбор беженцев проводит МВД Литвы. Главная задача – не допустить в страну подозрительных людей, которые могут быть связаны с исламским государством. Впрочем, для многих Литва становится промежуточной остановкой. Уезжают с семьями. Кто-то в Швецию и Германию, кто-то в неизвестном направлении. Причина – низкие пособия. Но больше денег, говорят власти, не будет. Для беженцев не будут создавать условия лучше, чем для рядового гражданина Литвы. Они получают точно такие же условия, как и все наши граждане. И пособия точно такие же, как и у жителей всей Литвы. Даже немного выше. В других странах, в Скандинавии, условия лучше. Из-за этого они и уезжают. После месячного интенсивного курса литовского языка беженцев планируют рассерять по всем самоуправлениям страны, где они начнут второй этап интеграции. Что об этом думают сами беженцы и чем это все закончится, неизвестно никому. Денис Тарасенко, Настоящее время, Литва. В Санкт-Петербурге настоящая война с памятниками и мемориальными досками. Табличку президента Финляндии, Карлу Густаву Маннергейму, активисты другой России изрубили топором. И это не первое нападение. После установки ее, как минимум, трижды обливали краской. Даже расстреливали пули из таблички Маннергейму, еще не изъяли. А в городе уже зреет другая битва. Зато, как правильно помнить. На одном из домов вскоре появится доска Александру Колчаку, белому адмиралу, ученому, верховному правителю России. Несогласные с уиковечением его памяти, уже пообещали уничтожить доску в первый же день. Кто и с кем воюет в Петербурге? Пытался понять Владимир Степанов. Большая Зеленина-3. Типичный дом на петроградской стороне Петербурга. Скоро здесь откроют памятную доску Александру Колчаку. Каменная плита уже в работе. Она напомнит, что в этом доме 6 лет прожил офицер, ученый и исследователь. Именно на такой формулировке настаивают инициаторы установки доски активисты исторического центра «Белое дело», который заплатил за изготовление таблички. Конечно, с людьми нужно работать, людям нужно рассказывать. Ты приходишь и расскажешь о том, что Колчак был, оказывается, и великолепным первооткрывателем. О том, что он произвел замеры и движение вод в океане, и замеры глубин. Называть Колчака ученым и исследователем – это подмена понятий, говорят противники мемориала. Возможно, доску придется не только отмывать. Другую мемориальную табличку – Маннергейму. Неизвестные в буквальном смысле расстреляли. Одна пуля попала маршалу в лоб, другая – в висок. После установки доски прошло всего три месяца. А это уже четвертое покушение. Не помогла даже высокая протекция. Памятный знак установили на стене военной академии. А открывали его бывший глава администрации президента Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский. Из Маннергейма действительно делают героя России. Выходит масса литературы о нем. В общем, литература самая разнообразная. Это начиная от того, что Маннергейм в Петербурге, Маннергейм в Польше, Маннергейм и лошади, Маннергейм и женщины. Мне он напоминает уже рассказы о Ленине в советский период. Войны за имена в Петербурге уже традиция. Одна из самых скандальных историй произошла этой весной. Администрация города разрешила назвать мост через Дудерговский канал в честь Ахмата Кадырова. На тысячный митинг на Марсовом поле власти внимания не обратили. Уличные художники в ответ нарисовали рядом с мостом портрет полковника Юрия Буданова. К граффити даже приносили цветы, но скоро изображение закрасили. Я понимаю, ни один адекватный петербуржец не выступает за то, что не поддерживает наименование моста имени Махмада Кадырова, который, по моему мнению, являлся террористом, который убивал русских солдат и который, в общем-то, участвовал в войне против Российской Федерации. И портрет Буданова, и мемориальная доска Маннергейму де Юре не имеют хозяина. После последнего обстрела финского маршала военно-историческое общество, которое и оплатило установку таблички, решило больше ее не восстанавливать. С мемориальным знаком Колчаку все иначе. Ее власти согласовали. Так что адмиралу еще может повезти. Установка таблички – шаг к реабилитации адмирала Колчака. С начала 90-х сделать это пытались уже пять раз. Последнюю жалобу в 2004 году отклонил Конституционный суд. Владимир Степанов и Александр Рябов. Настоящее время. Санкт-Петербург. В Киеве проспект Степана Бандеры, бывший Московский проспект, могут вновь переименовать. В мэрии зарегистрировали петицию с предложением дать проспекту политически нейтральное название. Личность Бандеры утверждают инициаторы переименования неоднозначно даже для самих украинцев. Электронная петиция набрала более 10 тысяч подписей. Из Киева Марина Ступак. По проспекту Степана Бандеры, который до недавнего времени назывался Московским, Дмитрий Бибик ездит на работу каждый день. Переименование поддержал сразу. Имя идеолога украинского национализма не смущает. Мы должны иметь хоть какие-то исторические корни, названия, а не постсоветское, которое уже пошло в прошлое. Имя Степана Бандеры официально проспект носит всего пару месяцев. Решение переименовать проспект Московский в рамках декоммунизации большинство столичных депутатов поддержали летом. Позиция города сейчас очень проста и понятна. У нас есть герои, которые боролись за независимость тогда. И у нас есть герои, которые борются за независимость Украины сегодня. И их имена должны быть так или иначе увековечены. Но сейчас проспект снова может сменить название. На сайте мэрии зарегистрировали петицию. Киевлянин Игорь Щукин попросил сменить название проспекта Бандеры на более нейтральное. Если Украина не хочет повторять советское прошлое, то не следует повторять и советские же методы, насаждая повсюду образ Бандеры, как советы насаждали образ Ленина. Проспекты моста Киева должны называться так, как это удобно киевлянам, а не так, как это не нравится Кремлю. Петиция набрала необходимые для рассмотрения в администрации 10 тысяч подписей. Это в три раза больше, чем тех, кто поддержал идею переименовать проспект Московский Степана Бандеры. Как по мне, шило сменили на мыло. Придет новая власть, будет Бандера изменен на проспект Московский. Может быть, я была бы лучше, если переименовали в исторический, типа Демеевский проспект, связанный с той местностью. Можно было на кого-то другого переименовать, но не на Бандеру. Это национальный герой, потому что он боролся за свободу Украины. Кому не нравится, пусть едут в ту страну, где им нравится. Я негативно отношусь. Я считаю, что Бандера совсем никакого вклада для Украины не сделал, а наоборот. Петицию профильная комиссия рассмотрит уже в ближайшие дни. Впрочем, рассмотреть не решить. Петиции носят рекомендательный характер. Возможность переименования проспекта Степана Бандеры обратна после двух месяцев. После того, как решение Киевсовета было принято, по моему собственному мнению, это нецелесообразно. Еще с появлением вопроса о переименовании на сайте мэрии появились десятки петиций от киевлян с вариантами названий проспекта. Например, Троеченский, Киевский или проспект Владимира Великого. Уже больше половины минимальных голосов для рассмотрения набрало предложение проспект назвать в честь пушистых котиков. Кстати, накануне в мэрии в очередной раз принимали решение о переименованиях. К примеру, улица Патриса Лумумбы теперь будет носить имя Иоанна Павла. Марина Ступака, Александр Бевс. Настоящее время. Киев. На этом все. Таким был этот вторник, 11 октября. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время. Сергей Дорофеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин